Ну что же, ребят, я вижу одачу, и выход следующего ролика, опять же, зависит от вас. Всем привет, ребят, меня зовут Денчик, сегодня у нас уже третий выпуск нового сезона Happy Go Lucky, и после двух выпусков у нас вот такой вот состав. Да, конечно же, я бы мог использовать золотых игроков, которые сейчас у меня стоят на замене и в резерве, но их время еще придет, а пока что Дэнни Райт, Кирилл Панченко, это их территория и их игра. Единственное, кого я добавил, это Симса. Левый полузащитник Джош Симс, которого мы с вами поймали в последнем открытии, я решил попробовать его. И вроде бы все хорошо, нужно идти искать соперника, но не тут-то было 10 случайных игроков в самом начале. Ну что же, посмотрим, что случай нам подготовил, 10 случайных игроков, и первый игрок это нет. Нет. Эскуэрдо. Ну, кстати, можно взять. Гей-гер. Нет. Таких мы брать не будем. Нет. 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 И последний игрок... Нет. Но, в принципе, в любом случае все остается без изменений, так что давайте найдем нашего первого соперника. Ну и первые, кто нам будут противостоять, это ребята из Ла Лиги. И, возможно, сейчас будет первая атака, но Ханданович хорош. Сейчас, возможно, дальний удар по воротам, но у нас есть Галкифер. К сожалению, пока что мало что получается в атаке, но, может быть, сейчас Альберт Шарипов удар, но прямо в руке. Пока что тяжеловато мне дается атака, а соперник убьет лонгшоты. Но вот сейчас должна пройти атака и Панченко. Давай, брат, ты должен забивать, почему же сейчас прямо в Галкипера. А вот это просто косипорище. Какой же косяк сейчас проход делает соперник. И после того, даже как вратарь засейвил, забивает все равно. Вот так вот не успели на контратаке. Если мы не успеем в ближайшее время отыграться, то выйдет тяжелая кавалерия. Дэнни Райт передачи на Панченко. Это Альберт Шарипов оказывается, но вратарь отбивает. Дэнни Райт сам можно ударить по воротам, но все в руке Лопезу, он даже не напрягается. Давайте, ребята, это должен быть гол. И первый свой гол забивает Альберт Шарипов. 1-1. Шарипов на самом деле имеет очень неплохую скорость, в отличие от всей моей остальной команды. И он делает дубль в этом матче и хочет стать явно лучшим игроком этой команды. И это хорошо, целеустремленный парень. Ай-яй-яй, сейчас может быть очень неприятный момент. Ханданович выносит, но мячик все равно залетает в ворота. 2-2. Вот так вот. Асенсио дает красную карточку, хотя мне на самом деле за 10 минут до конца матча это ни горячо, ни холодно. Сейчас нужно просто постараться завершить атаку, завершить ее взятием ворота. И Дэнни Райт 3-2. Дэнни Райт отлично получил мячик передачи. И Панченко я хотел на Шарипова отдать, но в итоге просто не нашел его на поле. А он, оказывается, был выше. Ведь если Шарипов у нас сейчас забьет, у него будет хэт-трик, но Лопес выручает. Ну что ж, матч заканчивается, счет 3-2. Не так уж и просто играть на самом деле этими несыгранными, не самыми лучшими ребятами. Но так или иначе они создают моменты и по возможности их реализовывают. И сейчас мы с вами откроем 5 игроков за победу и 9 игроков за 3 забитых мяча. 14 игроков на футхеде. Поехали. Ну что ж, в этот раз мы закончили без хэт-трика и, соответственно, только случайные игроки. 14 штук и первый игрок это... Нет. Нет. Я-я-туре! Конечно, да. Нет. 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 И последний игрок... Нет. Конечно, из тех игроков, что у нас сейчас есть, особо ничего сверхординарного не свояешь. Но мы с вами поймали уже достаточно много неплохих таких исполнителей, которые как минимум помогли бы мне просто с легкостью побеждать соперников и идти вперед. Но вместо этого мы играем несыгранным вот этим вот составом. Ну, как минимум, играем ими до первого поражения. Но явно добавлять золотых игроков мы будем не после этого матча. Симс, передача в центр и Дэнни Райт развернулся, поборолся и забил первый гол. Слушайте, а сейчас такими темпами нам и забить могут, если уж постараются, и они забивают. Блин, почему я постоянно пропускаю? И тут же ответочка. Дэнни Райт, удар! И прям вовы батаря. А если Шарипов долбанет, то выше ворот. Ну что ж, ладно. Поиграли и хватит. Дэнни Райт, 2-1. В принципе, можно на 45-й минуте за Дэнни Райта забить и третий. И мы это делаем. Хэтрик и уже, собственно, обеспечены три золотых игрока после этого матча. Дэнни Райт, в принципе, может еще назабивать, но может отдать верную передачу на пустые ворота. Вот я, собственно, решил сделать так. Ну прям просилась она. Дэнни Райт на своем пейсе, 52, если не ошибаюсь, проходит и бьет выше ворота. Вот у него реально планка, три забитых мяча, потом он как-то встает и не хочет забивать. Интересно, а получится забить со штрафного за Кирилла Панченко? Ну-ка, он давно у нас не забивал, а со штрафного забивает. Вот, молодец парень. У меня так даже Криштиана Роналду не забивает. Ну и Дэнни Райт, ну нужно сделать покер, нужно сделать красоту в очко и Мэдисон выручает. Пока что в этом сезоне хэппи-гоу-лаки, покер делал только Панченко. У Дэнни Райта есть моменты, но никак он после хэт-рика не может забить. Ну что ж, матч заканчивается, счет 5-1. И в итоге сейчас у нас с вами получается 5 игроков за победу, 6 игроков за гол Панченко и Йоакина, и 3 золотых игрока за хэт-рик Дэнни Райта. 11 плюс 3 в этот раз, надеюсь, что этот раз будет удачно. В прошлом сезоне уже на второй выпуск мы с вами поймали икону Карлеса Пуёли. Сейчас уже конец третьего выпуска, у нас по сути никого вообще годного особо-то и нету. Это печально, но может быть сейчас все исправится, все изменится. Правда, первый игрок нет. Нет, 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 нет. Нет, Касарас, это, ну да, пожалуй, нет. Нет, и последний случайный игрок, это нет. Но сейчас еще есть 3 золотых игрока, и я надеюсь, что они будут классными топовыми. Нарсинг, да, все-таки у нас там есть уже впереди кого поставить из АПЛ, да и в центре полузащиты Яя Туры, так что, ребят, из АПЛ собирать нужно, как минимум для сыгранности. Да, второй игрок это тоже, да. И третий золотой игрок это, даже не знаю, давайте возьмем, хорошо, всех возьмем. Ну что же, вот и третий выпуск подходит к концу, и пока что вообще даже нету намека на легенду. И это при том, что команда частенько делает хэт-трики, покер и так далее, и открывает золотых игроков. Но, к сожалению, пока что совсем не фартит, понятное дело, дальше больше. Мы обязательно поймаем большинство самых топовых икон, добавим их в наш состав, и рано или поздно мы достигнем нашей цели. Ну а на сегодня это все, ребят, хочу спасибо сказать вам всем за ваш просмотр. Ставьте лайк, если ждете новый выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски Хэппи Голлаки. Ну а с вами был Денчик, и еще увидимся.